Сегодня заместитель председателя Гомельского облсполкома Андрей Барановский провел прямую линию и личный прием граждан в Мозорском райисполкоме. Андрей Анатольевич курирует, пожалуй, самые насущные вопросы – жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Поэтому неудивительно, что и звонков, и записавшихся на прием было достаточно. Вопрос состояния подвального помещения в многоквартирном доме подняла пенсионерка Лидия Валерьевна. По словам женщины, постоянное затопление, в подвале пошли трещины. Лидия Валерьевна неоднократно обращалась и в ЖКХ, и в жилищный отдел, записывалась на приемы. В доказательство того, что ничего не делаются фотографии. Однако в беседе выяснилось – дом кооперативный. Представители товарищества собственников с Лидией Валерьевной категорично не согласны. За домом ухаживают фото не из их подвала. На чьей стороне, правда, выяснена специальная комиссия. Осмотр подвального помещения производить не реже одного раза в месяц. Если за полгода ничего не изменится, передать дом на баланс жилищно-коммунального хозяйства. Взять на мониторинг, из какой-то периодичности определенной, не реже раз в месяц там бывать. Как контрольный орган заработает ЖКХ, вот это вот собственное. Все. Вот давайте посмотрим. Мы с течением полгода никаких вопросов не будем, мы снимем с контроля. Второй вопрос, которым пришли на прием – отсутствие в деревне Борисковичи центрального водопровода. Для того, чтобы он был, необходимо проложить магистральный водопровод после прокладывать сети по деревне за счет средств граждан. Это предусмотрено указом президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 года номер 488. А чтобы вопрос финансирования рассмотрели в исполкоме, необходимо произвести подомовой опрос граждан с целью выяснить количество желающих участвовать в долевом строительстве. Если большинство жителей изъявит согласие, вопрос финансирования магистрального водопровода рассмотрят детально. Татьяна Ивановна делит с родственниками границы на совместном земельном участке. Причем уже много лет. В этом случае тоже требуется детальное рассмотрение. Женщине пообещали оперативно решить вопрос. А вот обращение следующего заявителя лично, но решение вопроса волнует многих мазырян. Открытие новой дороги – тема, которая обсуждается в социальных сетях чуть ли не ежедневно. Когда запустят? Одна из проблем в том, что на пути пешеходной зоны, она предусмотрена генпланом, стал рынок и спал. Если изъять территорию для строительства дорожки, то без работы останутся около 50 предпринимателей. Компромисс был найден. Дорожку пустят по рынку. Будет что-то похожее на бульвар на рынке привоз. И людям будет хорошо, и бизнесу. После состоялась информационная встреча с коллективом Мозырского домостроительного комбината. Светлана Грутько, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.